Всем привет! С вами Ирина и сегодня, прежде чем начать свое видео, я хочу поздравить вас с наступлением осени. Я очень люблю осень и у меня на осень большие планы. Да, это видео будет посвящено планам на осень, а точнее планам на сентябрь. Тем более, вы знаете, я люблю строить планы. Мои планы на год провалились, мне кажется, в тренд-трары. Я практически ничего не отшила за то, что хотела. Но, правда, еще год не закончился и шансы, что я это отошью, у меня еще есть. И надеюсь, что планы, о которых я вам сейчас расскажу, все-таки будут выполнимы. И в конце сентября я покажу вам уже видео о том, что же я сделала. Если вы давно смотрите мои видео, вы знаете, что у меня большое количество процессов. Точнее, у меня 8 текущих процессов. И эти 8 текущих процессов только нарастают и ни один из них не заканчивается. Последняя готовая работа это акварельные жасминные. Она была еще до первой нашей встречи вышивальщиц, первой встречи, которую я посетила. В Пскове это где-то конец мая. С тех пор у меня нет ни одной готовой работы. Но так как моя душа требует новых процессов, а у меня текущих процессов очень-очень много, то я решила понемножечку от них избавляться. У меня уже был июнь месяц не стартов, но у меня из этого ничего не получилось. И для себя я решила, что у меня постоянно в работе будет два каких-то процесса. После алкани отошьются я буду брать два новых процесса и также их отшивать. Я выбрала два процесса, которые наиболее близки к финишу и которые я планирую отшить в ближайшее время. А точнее, если быть честной, даже в первую половину сентября. И первый процесс, наверное, он вас удивит, потому что когда я его последний раз показывала, там было гораздо больше всего неотшитого. И он вовсе не претендовал на первое место по процессам, которые отошьются. Это мой бархатный вечер от Риолис. Я не буду вам показывать работу всю целиком, покажу только то, что в пяльцах. И сразу скажу, что я отшила весь черный цвет. То есть у меня больше нет черного цвета ни на шляпе, ни на платье. Все остальное будет вышиваться светлым цветом. И если здесь приглядеться, то светлый цвет я тоже отшила уже очень большим количеством. Осталось совсем-совсем чуть-чуть и чуть-чуть белого. Вот здесь вот платочек и здесь. И надеюсь, что в ближайшее время я вам покажу видео с готовой работой. У меня даже есть идея, как я его сниму. Так что ждите, и я буду тоже ждать и отшивать. Надеюсь, что к своему отпуску, который у меня начнется во второй половине сентября, работа будет готова. Второй процесс, который я планирую закончить также в сентябре, это мои акварельные васильки, с которыми я участвую в совместнике в первой отшиве от Юлианы До. На самом деле его все уже, наверное, отшили. Осталась одна я. Я сейчас заканчиваю уже вторую часть. Мне надо сделать бэкстич. И приступлю к отшиву третьей. В третьей части там гораздо всего меньше отшивать. И думаю, что также к отпуску данный процесс будет завершен. И также по нему сниму видео. Отшивается работа легко, но вся проблема как раз-таки в большом количестве моих процессов. Поэтому работа идет долго. Васильки замечательные, очень милые. И уже хочется полюбоваться на них в готовом виде. Также я участвую в СП от Ниташи Гевки со своим собором Василия Блаженного. Я вам сейчас его покажу. Правда, работа мало изменилась с тех пор, когда я вам снимала видео по ней. Мне кажется, она вообще не изменилась. Но Наташа планирует марафон во второй половине сентября. И надеюсь, что я приму в нем участие. Уже с этой работой. Просто хочется, чтобы работа была отшита чуть побольше. Потому что работа чудесная. И мне очень нравится. И хочется посмотреть уже на результат. Готовый так же, как в принципе и по всем моим процессам. Так что, Наташа, я буду считать крестики. Я никогда этого не делала. Но с тобой крестики я считать буду. И эту работу мне очень бы хотелось закончить в рамках твоего СП. Правда, боюсь, что это не получится. Потому что до 1 ноября, насколько я помню, СП осталось 2 месяца. А работа находится вот в таком вот состоянии. Ну и самый, наверное, главный план на эту осень это посещение формулы рукоделия. План практически реализован. Осталось, чтобы хорошо карта легла, так сказать. Я уже вовсю планирую, сколько дней я хочу посвятить формуле рукоделия. Что я хочу посетить и что я хочу посмотреть. Ну и надеюсь, что у меня все-все-все обязательно получится. Вот такие вот рукодельные планы у меня на эту осень. Не точнее, на сентябрь месяц. И надеюсь, что помимо вот этих трех процессов, которых я вам рассказала, я еще начну отшивать свою лисичку от Риолис. Потому что она также близка к завершению. В идеале, конечно же, было бы замечательно, если бы к концу осени я подошла уже с 4 готовыми работами. А лучше с 3-мя. Так как я с декабря месяца планирую отшивать свои венки от Риолис. И планирую начать с зимнего венка. Такой вот вам маленький спойлер. И большое количество процессов меня также будет напрягать. Ну а на этом все, мои хорошие. Я, как всегда, желаю вам легких крестиков, побольше готовых и отшитых работ. Ну и, конечно же, большого-пребольшого удовольствия при отшиве ваших текущих процессов. Всех люблю! Всем пока! Пока!